Когда не будет спасенных этих жизней и улучшения качества жизни, как это должно быть. Ведь в законе сказано о том, что трансплантация возможна только тогда, когда исчерпаны все методы лечения и они оказались бесполезны. Только тогда вступает в действие закон трансплантации, только тогда начинается вся вот эта цепочка. Так что эта цепочка, как уже говорили, может длиться несколько дней. Смотрите, как все просто объясняют зрители в комментариях. Оксана Синицы пишет, что в испанском фильме «Педро Альмадовро. Все о моей матери» показано, как работает система. После ДТП в секунду принимается решение, изымается орган, везется нуждающемуся, но каждый донор давал разрешение заранее при жизни. Как у нас вот это выглядит? Это все так выглядит очень быстро и легко в кино. На самом деле это все непросто, потому что далеко не каждый больной, который попал в ДТП или еще какая-то у него катастрофа случилась, далеко не каждый больной может стать донором. Далеко не каждого больного могут привезти именно в тот центр, где его воспримут как донора. Ну и самое главное то, что вот это как раз одно из заблуждений людей, отвечающих на анкеты в том, что врачи не будут бороться за мою жизнь, а сразу отдадут на донора. В первую очередь, это неоднократно говорилось, выполняются именно все процедуры, все процедуры операции, реанимации, все идет до того момента, пока уже становится понятным, что ничего не помогает. И самое главное то, что я хотел сказать, что вот об этом заблуждении, что не лечат больных, как раз донорам, если проведены все эти мероприятия у больного с катастрофой его жизни, проведены неправильно, что-то было проведено, реанимационное пособие, еще что-то не так, то, как правило, эти органы после того, как он погибнет, они не могут стать донорскими, они не будут использованы для трансплантации. Игорь Юрьевич, у нас звонок в студии. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вот думаю, что да, это вот хорошее вот дело. Ну, только надо, чтобы было разрешение самого человека и его родственников. Вот тогда это будет, я думаю, на пользу, без всяких последствий и так далее. Но вы сами согласились бы стать донором? Я думаю, что да. Если уже они, мои органы были, как говорится, кому-то пригодились, почему бы и нет. Понятно. А в жизни не приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда, ну, действительно, может быть, кому-то из близких нужен был орган? Ну, нет, нет, такого не было. Я, кстати, знакомых не слышал, как бы, рядом знакомых не слышал. Спасибо вам большое за звонок. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Высказаться по теме вы можете по телефону нашего прямого эфира или оставить комментарий у нас на сайте. Кто никогда не станет донором? Вот вы уже сказали, во-первых, если неправильно сработали врачи-реаниматологи, неправильно сработала, не знаю, бригада скорой помощи. Сказала так, что неправильно работали. Не надо умолять наших коллег, что неправильно сработали. Вот. Можно я отвечу на этот вопрос? Да. Потому что следует понять, что все, кто умирают в больницах, это не значит, что они все рассматриваются как доноры. Есть из тех, которые рассматриваются как доноры, из них только один человек из десяти им может стать. Потому что существуют возрастные ограничения, существуют инфекции всевозможные, туберкулез, гепатиты, ни для кого не секрет, что сейчас достаточно много ВИЧ-инфекции и так далее. То есть однозначно все то, что является противопоказанием, не будет рассматриваться. И пациенту еще раз хочу подчеркнуть, что пациенту всегда дается шанс на жизнь, поэтому он переводится в лечебное учреждение более высокого уровня. И мы делаем все для того, чтобы его спасти. И только если шансов никаких нет, то тогда уже рассматривается. Ну, то есть все вот эти разговоры по поводу того, что как только сообщу о своем согласии, стану таким ходячим донором и перестану бороться за мою жизнь, они абсолютно беспочвенные. Это сродни тому, что в Ашане нашли с рубцом на боку и изъяли почку. Это нужно понимать, эту технологию, поэтому спасибо вам, что вы нас пригласили и исследуют эти передачи, и в средствах других массовой информации освещать эту технологию, для того, чтобы не было именно вот этих домыслов, для того, чтобы люди поняли, что это технология, которая имеет право на жизнь, и что это пациенты, их нужно видеть, им нужно смотреть в глаза. Потому что когда идет определение, что кто пойдет на эту операцию, приглашают, как правило, несколько человек, двух-трех потенциальных рецепиентов так называемых. Кто-то, один из них может приехать с симптомами ОРЗ, значит, он будет отклонен, кто-то может еще с каким-то противопоказанием, а органы пропадать не должны. Поэтому приглашается несколько пациентов. И вот следует видеть глаза тех, кому отказываем, для того, чтобы понять, что это за операция. Очень много должно всего совпасть, для того, чтобы, ну, то есть, вот такой сложный конструктор. Безусловно. Давайте прямо сейчас послушаем, посмотрим на пациента, которому буквально, ну, вот, две недели назад была проведена пересадка печени. Сейчас он уже дает интервью журналистам. Мечтаю, пока не берет, появится дома, потому что тут все, семья большая, жена, в очереди 23 года. Ну, 3 года. Сына, Лилия, 5. Я говорю, я два года назад не знал, что у нас было даже такие операции. Не в интернете. Не стал пригласить, они не услышали. Пока не написал на интернете, мне не в порядке. Я не в порядке. Честно, так, а? Обшибе. Рассказывай, да. Чтобы люди верили, самое главное, веришь. Очень много вопросов на сайте про донорство от живых. Мы сейчас говорили о так называемом трупном донорстве, когда человек становится донором после своей смерти. После своей смерти. Живой человек может стать донором? Или только в том случае, если речь идет о родственном донорстве? Если это только родственная трансплантация, если он является генетическим родственником. Это мама дает почку своему сыну, это папа дает часть доли печени своему ребенку и так далее. То есть вот такое только генетическое родство. Других, никаких живых доноров не существует. Так называемое эмоциональное донорство. У нас родственники, муж, жена. Нет, в России это законом не определено. Поэтому у нас этого нет. Нужна такая норма? Нужна такая строчка в законе? Она нужна, конечно нужна. Но есть опасения определенные, что это будет использоваться так, как в третьих странах, как так называемый туристический трансплантационный туризм. Когда начинают люди, нуждающиеся в деньгах, начинают договариваться и продавать свои органы тому, кто в них нуждается. Какие органы пересаживают у нас это почки, это печень? Более 20 лет областная больница владеет технологией трансплантации почки. С 2005 года трансплантация печени, с 2006 года трансплантация сердца. И плюс еще у нас идет такая технология, как трансплантация костного мозга пациентам, нуждающимся с онкогематологическими заболеваниями. Есть пересадка каких-то органов, которые буквально вот-вот случится, вот-вот начнет применяться, и наука, и медицина, и пациенты ожидают? Безусловно, наука не стоит на месте, поэтому в центральных федеральных институтах идет пересадка легких, идет пересадка комплекса сердца легкие, поджелудочная железа и почка, предположим. Но мы к этому, я надеюсь, что подойдем когда-нибудь, потому что, безусловно, пациенты такие есть. Законом запрещено пересаживать только репродуктивный орган, поэтому все остальное может быть. Про негативное отношение общества к идее трансплантологии зрители пишут, может быть привлечь каких-нибудь известных персон, пишет Ренат Булатов, или спортсменов. Вот если бы они заявили, что стали донорами, как в Бразилии, там один футбольный клуб выпустил рекламу, согласись стать донором, и твое сердце будет биться за футбол, твои глаза после твоей смерти будут видеть футбол. Круто же. Следует, безусловно, говорить об этом. И вот сегодня я, например, приятно удивлена, что у нас очень отзывчивые люди, и они так реагируют на эти вопросы, что действительно готовы помогать другим людям. А такие акции проводятся, например, в Москве. Два года назад состоялся футбольный матч, когда играли доктора, которые оперировали этих пациентов, и пациенты с пересаженными органами. Был такой футбольный матч, играл директор Института трансплантологии, в том числе в одной из команд. — Может быть, нужно упростить программу подключения к этой донорской истории? Пишет нам Лена Лучанская. На мой взгляд, в том числе и от излишней бюрократии все проблемы. У меня приятель недавно заезжал погостить из Германии. У них там вопрос донорства решается в две минуты. Тебе по почте приходит бумага с согласием, конверт с обратным адресом и специальный жетон донора. Если гражданин желает быть донором, ему достаточно подписать эту бумагу, сунуть конверт, опустить в почтовый ящик и положить жетон в карман. Все, и он донор. У нас человек даже не знает, с чего начать, надо ли обходить какие-то инстанции и так далее. — Ну, эта схема нам точно не подходит, общество не готово к тому, чтобы по почте приходили такие вещи. Говорить об этом надо, безусловно. Готовить. Есть своя программа регистрации в Англии, есть такая программа в Штатах. Программа нам нужна, чтобы появилась какая-то база, куда можно было прийти и зарегистрироваться. Я буду дома. — Ну, как раз это и оговаривается такая программа, и вот все эти механизмы, они в новом законе о трансплантации, они оговариваются. Создание регистров отказа как раз от донорства, создание регистра рецепиентов. То есть это как раз все оговаривается в новом законе, создание вот такой базы. И в том числе и донорской службы, которая бы подчинялась федеральной власти, но действие распространялось на всю Россию. — Результаты трансплантации, они, ну вот, можно говорить, в скольких процентах случаев они удачны, а бывает ли неудачный результат операции? — Безусловно, как любое заболевание, как любая операция, могут быть, есть определенный риск хирургический, и, безусловно, могут быть исходы, как, опять же, при любом вмешательстве. Но большая часть, значительно большая часть этих операций, она направлена, и вообще операции направлены на сохранение жизни, работоспособности. Люди после этого выходят замуж, рожают детей, мы показывали вам эти слайды. Вот. И выживаемость разный процент в зависимости от количества прожитых лет. У нас есть пациент, который еще 20 с лишним лет назад была пересажена почка, до сих пор она функционирует, он живет с ней. Пациенты с пересаженным сердцем, с пересаженной печенью, точно так же несколько лет. И когда идет речь о том, что либо в течение года его не станет, либо несколько лет дороется жизни, наверное, это стоит того, эта технология. Процент выживаемости разный от 70-80%. Но это очень... Какие-то ограничения после пересадки есть у этих людей? Безусловно. Это пациенты, которые должны всю жизнь наблюдаться врачами, затем по своей специальности. Они должны принимать препараты, которые препятствуют отторжению этого органа. Они должны следить за консультацией. Они, безусловно, снижают иммунитет отчасти, поэтому они подвержены инфекционным заболеваниям, то есть следует остерегаться от таких вещей. Подъема тяжести, то есть, ну, в принципе, достаточно обычные вещи, наверное, которые после любого оперативного вмешательства. Но малейшая температура, малейшая сезонная ОРВИ, тут же в больницу такой человек попадает и... Пациенты ведь не просто так берутся на операцию. Перед тем, как поставить в лист ожидания, они обследуются, исключаются противопоказания. С ними проводятся беседы, они подписывают информированное согласие, они знают, на что идут. И поэтому в случае возникновения каких-то неприятностей с ними, они обращаются тут же, они знают, как поступить в той или иной ситуации, они обучены. Еще один пациент, которому врачи-трансплантологи буквально подарили вторую жизнь, предлагаю сейчас...